Биография будущей звезды интернета началась 7 мая 1998 года в крупнейшем городе штата Канзас, Уичито. У блогера, настоящее имя которого Джимми Дональдсон, есть старший брат Си Джей, сейчас развивающий канал Си Йодзиз Дэйс, который ранее назывался Мистер Броу. Детство братьев прошло в городе Гринвилле штата Северная Каролина. Переезд был вызван разводом родителей и обретением матери мальчиков счастья в личной жизни с мужчиной по имени Трейси. В 18 лет Джимми завершил обучение в Гринвиллской христианской академии, небольшой частной средней школе евангелистов. Сейчас блогер называет себя агностиком. В старших классах у Джимми диагностировали болезнь Крона, тяжелое хроническое воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта. Дональдсон поступил в Университет Восточной Каролины, но уже в первом семестре бросил учебу ради развития YouTube-канала. Поступок Джимми вызвал недовольство матери-женщина выгнала юношу из дома. Канал, сначала называвшийся Мистер Бист 6000, Дональдсон-младший открыл в возрасте 13 лет. Подросток долго нащупывал свою нишу, занимаясь то оценкой состояний других ютуберов, то высмеиванием подводки коллег к выкладываемым ими роликам. Однако число просмотров творчества Джимми не превышало тысячи в сутки. Первый значительный успех пришел к Мистеру Зверю в 2017-м, когда Блобер додумался запечатлеть на видео, как он вслух считает до 100 тысяч. Процесс занял 40 часов, но некоторые его части выложили в режиме ускоренной съемки, чтобы уложиться ровно в сутки. Также Дональдсон на камеру крутил фиджет спина в течение 24 часов подряд и чуть не потерял рассудок, просматривая музыкальное видео Джейка Пола «It's Everyday Bro» в течение 10 часов подряд. Джимми начали помогать четверо друзей его детства Крис Тайсон, Чендлер Хэллоу, Гаррет Рональдс и Джейк Франклин, в 2020-м Франклина сменил Карл Джейкобс, ранее снимавший ролики «пятерки» в качестве оператора. Команда Дональдсона проанализировала статистику просмотров на Ютьюбе, поняла, какой контент требуется аудитории, и стала наполнять им канал. Сейчас у канала Джимми есть менеджер Уилл Хайт. Пятерка товарищей начала реализовывать диковинные флешмобы в Гринвеля, в частности, провела ночь в местной психиатрической больнице. Успех обрушился на канал после того, как «Мистер Зверь» начал раздавать незнакомцам большие суммы денег, а команда — снимать реакцию одариваемых. Весной 2019-го Дональдсон организовал игру на грязном поле в Лос-Анджелесе, в ходе которой три десятка звезд Ютьюба с суммарной аудиторией 200 миллионов подписчиков стреляли из страйкбольных винтовок по воздушным разноцветным шарикам друг друга. Победитель соревнования получил приз 100 тысяч долларов. В апреле 2020-го Мистер Бист провел трансляцию турнира по игре «Камень, ножницы, бумага», в котором участвовали 32 знаменитости, а главный приз составил 250 тысяч долларов. В апреле 2021-го Джимми провел более двух суток в закопанном гробу, оборудованном системой вентиляции. С собой у Дональдсона, записывавшего ролики из загробной жизни, была вода, еда и несколько бутылок для справления нужды. Через 30 часов пребывания под землей парень пожаловался на первые проблемы. «У меня болит спина, я начинаю чувствовать клоустрофобию, мне скучно, я плохо пахну», — сообщил Джимми. Когда через 50 часов после начала эксперимента друзья откопали блогера при помощи трактора, он разрыдался от счастья. В ноябре 2021-го года Мистер Бист загрузил воссоздание драмы «Выживание», аналогичной той, что была описана в сериале «Игра в кальмара», но без насилия, отраженного в ленте. В турнире Дональдсона 456 участников боролись за приз в 456 тысяч долларов. В январе 2022-го года Форбс назвал Мистера Зверя самым высокооплачиваемым ютубером. По подсчетам издания, за 2021-й парень заработал примерно 54 миллиона долларов, столько же, сколько актер Вин Дизель за 2020-й. Суть модели, разработанной Джимми за участие в турнирах блогер раздает деньги, что увеличивает число подписчиков и, соответственно, фирм, размещающих на канале рекламу. В 2020-м Дональдсон запустил сеть бургерных «Мистер Бистбургер». На 2023-ю предприятие есть один реальный ресторан, но сделать заказ через интернет и получить бургер, изготовленный сетями-партнерами, можно в самых разных странах, от Туаэ до Мексики. В начале 2022-го года Дональдсон объявил о создании новой пищевой компании под названием «Фестаблесс», которая запустила собственную марку шоколадных батончиков под названием «Мистер Бистба». В сентябре 2020-го Джимми создал собственную благотворительную организацию, специализирующуюся на одаривании продуктовыми наборами лиц, которые не могут себе их купить. Как правило, раздача даров приурочена к праздникам, таким как Рождество и День Благодарения. Еще одну благотворительную акцию Дональдсон провел в Южной Африке, купив детям из бедных семей 20 тысяч пар обуви. О личной жизни блогера, рост которого составляет 190 сантиметров, информации мало. В 2019-м Джимми познакомился с моделью Мэдди Спайдил. Спустя год ютубер сообщил подписчикам, что оформил с девушкой помолвку. Однако впоследствии Джимми и Мэдди расстались. Сейчас парень встречается с Тео Буйсен, с которой познакомился во время поездки в ЮАР. Новый избранница Дональдсона, его коллега по блогерству, однако специализируется на Твич, где транслирует прохождение игр. Первое свидание Джимми и Тео началось с конфуза, девушка не поняла шутку звезды ютуба, но затем пара нашла общий язык. На рубеже 2022 и 2023 годов в Fortnite, системе выживания от студии Epic Games, прошел всемирный турнир, организованный при участии Мистер Бист. Победитель получил приз 1 миллион долларов. В правилах турнира было указано, что в нем могут участвовать граждане всех стран, но игроки из России и Турции не смогут получить деньги. В январе 2023 года число подписчиков YouTube канала Мистер Бист достигло 130 миллионов человек, что сделало блог уроженца штата Канзас четвертым по популярности на платформе. К июню Дональдсон вырвался на второе место по числу фоловеров, а среди частных лиц стал безоговорочным лидером. Популярность блогера привела к расползанию слухов о нем, в том числе о его смерти. В мае 2023 ютьюбер Авайрака выпустил ролик с пранком Джимми. Автор связался с полицией Нью-Йорка и попросил ее в шутку арестовать Дональдсона, собиравшегося приехать на встречу с Илоном Моском. Поскольку встреча сорвалась, арест, поводом к которому стали тонированные стекла в автомобиле Джимми, произвели в другом городе. Когда Дональдсону разрешили сделать звонок, блогер связался с коллегой, которого подозревал в розыгрыше, и Авайрака признался в шутке. За первые 18 часов ролик с арестом мистер Бист набрал 2,6 миллиона просмотров. 17 июня 2023 года Дональдсон выразил желание закрыть мистер Бистбургер из-за опасений, что не все поставщики могут поддерживать стандарт качества. Очередная экстремальная олимпиада с участием 266 спортсменов из разных стран, организованная мистер Бист, прошла летом 2023 года. Участники соревновались в беге с препятствиями, гимнастике, стрельбе из лука, фехтовании и футболе. За главную медаль сразились Ливия и Словения. Африканская страна победила по пенальти, получив 250 тысяч долларов командного приза и по 2000 долларов индивидуально каждому спортсмену.